Дорогие радиослушатели Мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Проведение исследований души, несомненно, свидетельствовало бы о прогрессе науки. Однако прогресс науки не поможет обнаружить душу. Наличие души можно признать и на основании косвенных признаков. В ведической литературе говорится, что по величине душа равна одной десятитысячной размера точки. Ученый-материалист не способен измерить длину и ширину точки, поэтому он не в состоянии локализовать душу. Но вы можете просто признать существование души, получив это знание от авторитета. То, что крупнейшие ученые обнаруживают сейчас, мы давно уже объяснили. Как только человек осознает существование души, он немедленно осознает существование Бога. Различие между Богом и душой в том, что Бог – величайшая душа, а живое существо – очень маленькая душа. Однако качественно они одинаковы. Поэтому Бог пребывает всюду, а живое существо – локализовано. Но их природа и качество одинаковы. Главный вопрос, говорите вы, где находится душа и откуда она приходит? Это нетрудно понять. Мы уже говорили, что душа пребывает в сердце живого существа и после смерти получает другое тело. Изначально душа приходит от Бога. Искра вылетает из пламени костра и, упав, кажется потухшей. Так и духовная искра изначально приходит в материальный мир из мира духовного. В материальном мире она попадает в условия трех видов, называемых гунами природы. Когда искра пламени падает на сухую траву, она сохраняет свойства огня. Когда искра падает на землю, она не может проявить свои свойства огня, если только земля не создаст благоприятных для этого условий. Таким образом, мы обнаруживаем три вида условий жизни. Одно живое существо полностью забыло о своей духовной природе. Другое почти забыло, но все же сохраняет инстинкт духовной природы. А третье поглощено поиском духовного совершенства. Существует авторитетный метод, с помощью которого духовная искра души может достичь духовного совершенства. Если она принимает верное руководство, то без труда находит дорогу домой, обратно к Богу, откуда первоначально упала. Если эта авторитетная информация ведической литературы будет представлена современному миру на основе последних достижений науки, это будет огромным благом для человечества. Истина уже существует. Ее просто нужно представить так, чтобы современный человек мог ее понять. Искренне ваш, Бхактивиданта, с вами. Выбор духовного учителя. Кто такой гуру? При слове «гуру» в нашем воображении возникает некий карикатурный образ. Эксцентричного вида старик, с длинной курчавой бородой и не спадающими одеждами, размышляющий о далеких экзотерических истинах. Или же мы представляем себе мошенника мирового масштаба, наживающегося на духовной доверчивости юных искателей истины. Кто же такой гуру на самом деле? Что он знает такого, чего не знаем мы? Как он может просветить нас? В лекции, прочитанной в 1973 году в Англии, Шрила Прабхупада проливает свет на некоторые из этих вопросов. Слово Аджнана означает «невежество» или «тьма». Если в этой комнате вдруг погаснут все лампы, мы не сможем определить, где сидим мы, а где другие. Все смешается. Аналогично этому, все мы находимся во тьме этого материального мира, мира Тамоса. Тамос означает «тьма». Этот материальный мир темен, поэтому для его освещения необходим свет солнца или луны. Однако есть другой мир, духовный, который находится за пределами этой тьмы. Шри Кришна в Бхагавадгите так описывает этот мир. Эту мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни электричество. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир. Обязанность гуру – вывести своих учеников из тьмы на свет. Сейчас все страдают из-за своего невежества, подобно человеку, который из-за своего невежества подхватывает инфекционные заболевания. Тот, кто не знаком с правилами гигиены, не знает, от чего может заразиться. Так по своему невежеству мы чем-то заражаемся и страдаем от болезни. Преступник может сказать, «Я не знал этого закона». Но если он совершил преступление, это не будет принятого внимания. Ни вежество, ни оправдание. По аналогии с этим, ребенок, не зная, что огонь обжигает, может коснуться его. Огонь не рассуждает. Это ребенок, и он не знает, что я могу обжечь. Нет, это не может служить оправданием. Как есть законы государства, так есть и строгие законы природы, которые действуют независимо от того, знаем мы их или нет. Если по своему невежеству мы совершим неверный поступок, мы будем вынуждены страдать. Таков закон. Будь он законом государства или законом природы, нарушая его, мы рискуем пострадать. Обязанность гуру заботится о том, чтобы ни один человек в этом материальном мире не страдал. Никто не может утверждать, что не страдает. Это невозможно. В этом материальном мире есть три вида страданий. Страдания, доставляемые материальным телом и умом, другими живыми существами и силами природы. Мы можем испытывать душевные муки или страдать из других живых существ, муравьев, комаров, мух или какая-либо высшая сила причинит нам страдания. Может не быть дождя или случится наводнение. Может быть слишком жарко или слишком холодно. Природа является для нас источником бесчисленных страданий. Итак, в материальном мире существует три типа страданий и каждый испытывает один из них, два или все три. Никто не может сказать, что полностью свободен от страданий. Можно спросить, почему живое существо страдает? Ответ таков. Из-за своего невежества. Но оно само никогда не думает. Я совершаю ошибки и веду греховную жизнь и потому страдаю. Поэтому первая обязанность гуру избавить своего ученика от этого невежества. Мы посылаем своих детей в школу, чтобы уберечь их от страданий. Мы боимся, что если наши дети не получат образование, то впоследствии будут страдать. Гуру видит, что страдания возникают из-за невежества, которое подобно тьме. Что может спасти человека, находящегося во тьме? Свет. Гуру берет факел знания и дает его погруженному во тьму живому существу. Это знание избавляет его от страданий во тьме невежества. Может возникнуть вопрос, действительно ли необходим гуру? Веды отвечают на него утвердительно. Они обязывают нас искать гуру, а точнее говоря, утверждают, что нужно искать вполне определенного гуру, а не просто какого-то гуру. Гуру один, так как принадлежит к цепи ученической преемственности. Сегодня мы учим тому же, чему пять тысяч лет назад учили Васадева и Кришна. Между этими двумя учениями нет разницы. Сотни и тысячи очарьев приходили и уходили, но послание оставалось неизменным. Не может быть двух истинных гуру, так как то, что говорит истинный гуру, не отличается от того, что говорили его предшественники. Некоторые духовные учителя говорят, «На мой взгляд, вы должны делать то-то, но это не гуру». Такие, с позволения сказать, гуру просто негодяи. У истинного гуру только одно мнение, и оно всегда совпадает с мнением Кришны, Васадевы, Нарады, Арджуны, Шри Чайтани Махапрабу и Госвами. Пять тысяч лет назад Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту, а Васадева записал ее. Шрила Васадева не говорил, «Это мое мнение». Нет, он писал. Верховный Господь сказал, «Шри Бхагаван Увача». Все, что записал Васадева, сначала было сказано Верховной Личностью Бога. Шрила Васадева не излагал своего собственного мнения. Следовательно, Шрила Васадева является гуру. Он не искажает слов Кришны, а передает их в точности, как они были сказаны. Если мы посылаем телеграмму, разносчик телеграммы не имеет права вносить в нее исправление, редактировать ее и добавлять что-либо от себя. Он просто вручает ее. Так же поступает и гуру. Люди могут быть разными, но послание остается прежним. Поэтому говорится, что гуру один. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхагдивиданты Свами Прабхупады «Наука. Сама Сознание» слушайте в это же время в наших следующих передачах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова